Следующий сюжет, это положительные или неотрицательные многочлены Вопрос такой, вот если у нас есть многочлен Давайте сначала о данном примере Коэффициенты вещественные И b от x больше либо равно нуля для всех x Верно ли, что многочлен b от x это сумма квадратов каких-то многочленов Ну, на самом деле верно В общем, достаточно, это сумма квадратов двух многочленов Но оказывается, что если у нас многочлены от двух переменных То это уже не всегда верно То есть можно привести пример многочленов двух переменных Который при всех x и y не отрицателем Не является суммой двух или нескольких квадратов Никакого числа не является суммой квадратов Ну, то есть тут вот, как вы видите, два совершенно разных сюжета Но очень однопеременные И в этом случае опять удивительно Что, впрочем, не удивительно Я даже не знаю, стоит ли это рассказывать Стоит, стоит, стоит Что? Стоит Ну, давайте тогда расскажем Для этого нам понадобятся комплексные числа Если у нас есть многочлен Существенными коэффициентами И мы подставим в него какое-то комплексное число Это у нас будет А0 плюс А1z плюс Аmzv А если мы подставим сопряженные числа Это будет p от z сопряженная И тем самым, если p от z равно 0 Тогда приближенное равно 0 Ну, вот это вот для многочленов Существенными коэффициентами То есть, либо корень вещественный Либо есть пара комплексно-сопряженных корней То есть, многочленник имеет такой вот p от x равно Ну, какой-то коэффициент А Произведение x-z на x-z сопряженное Это вот пара комплексных корней И еще какие-то вещественные корни Произведение x-α-k в каких-то степенях mk Ну, вот я утверждаю, что для неотрицательного многочлена Для неотрицательного многочлена Все числа mk четные То есть, вот Все корни входит Все вещественные корни входит в пар За неотрицательное Но это как раз может не доказывать Это, в общем, если человек хоть что-то понимает То он это тоже понимает Ну, да То есть, нечетная степень То, значит, будет пересекать в этом месте Ну, а если степень нечетная То это квадрат Это тоже понятно Объяснять надо, что будет Вот для пары спряженных корней Ну, да Вот я сейчас это и собираюсь обсуждать Ну, кроме того, вот числа А, понятное дело, положим Поэтому у нас возникает такое произведение Соль из А умножить на произведение x минус z и g Произведение x минус альфа k Ну, давайте я тут напишу nk Это половинка m И это умножается на форму с а Произведение x минус z, g, 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 g Можно было бы все написать Ну, если мы можем считать вещественные числа тоже парами сопряженных То есть вот эту часть можно было бы просто не писать Можно было бы единообразно записать вот так А это получается пара сопряженных многочленов То есть если первый многочлен был q от x То есть r от x Здесь когда все скобки раскрыли Да Когда здесь все скобки раскрыты Это будет вещественная часть плюс минимая часть А это ему спряжено q от x минус e на r от x И это как раз получается q в квадрате плюс r квадрат То есть вот когда у нас многочлен от одной переменной То это утверждение вверх А вот когда многочлен от нескольких переменных Ситуация гораздо более сложная Я сейчас приведу пример многочлена От двух переменных А именно x в квадрате и y в квадрате Умножить на x в квадрате Ой, квадрате, то есть y в квадрате Минус 3 Плюс 1 Вот этот вот многочлен Он, во-первых, не отрицательный Для всех x и y А во-вторых, его нельзя представить в виде Суммы двух квадратов Ну, двух или нескольких квадратов Во-первых, почему он не отрицателен? Это равняется вот чему 1 минус x в квадрате y в квадрате y в квадрате 1 плюс x в квадрате 1 плюс x в квадрате Ну, тогда А так вроде так и есть 3x в квадрате и y в квадрате Просто перенести его отдельно Разве не будет? Будут слагаемые такие Значит, x в квадрате и y в квадрате x в квадрате и y в четвертой И единица Да? И у них среднее арифметическое То есть делить на 3 А в той части будет x в квадрате и y в квадрате Вроде все получилось Ну, в общем, можно Для трех чисел Да, не разница среднее арифметическое и геометрическое Все правильно, все получается Так, теперь как доказывать Теперь как доказывать, что этот многочлен Нельзя представить в виде суммы Суммы квадрата Предположим, что это сумма квадратов Каких-то многочленов Сумма квадрата И если выполняется такое равенство Тогда мы можем подставить y равном углу И мы получим, что сумма Квадрата x в квадрате Равняется 1 Ну, если бы у нас был какой-то многочлен Вот f и т от x Был бы какой-то настоящий многочлен Не константа То Такого равенства Такое равенство невозможно Потому что Ну, из этих многочленов Мы можем взять многочлен Самой большой степени Ну, даже если их несколько, но важно Один из них Самый старший коэффициент Войдет Самая старшая степень x Войдет с положительным коэффициентом И она уже ничем не сможет уничтожиться То есть у нас Что это означает Для многочлена f и x x x Как он может выглядеть? Давайте его распишем по Давайте его запишем по степеням y Тут какая-то функция Это Какой-то многочлен От x Плюс А1 От x Умножить на y Плюс А2 От x Умножить на Их Плюс Это далее А f и От x 0 Это у нас Ну, вот Все вот эти вот Обращаются в ноль Где есть множитель x То есть это у нас А0 от x Это получается Это не многочлена А какая-то константа ци То есть это Это А вот здесь Всюду Есть множитель y Плюс y умножить На Какой-то Новочлен f g g Ит от x Это Наверное ф ghost Это буквально именно мг g от x а g Получили x, y, это какой-то c'i плюс x на g'i, это какой-то x. Ну, понятно, что если мы положим x0, y равно 0, мы получим как раз вот эту вот константу c'i, она одна и та же. А если у нас есть вот такое вот разинство, тогда f'i от x, y равняется c'i плюс x, y. То есть остающийся многочлен, то есть многочлен, который остался, он делится и на x, и на x. x, y на какой-то h, t от x. Ну, давайте это подставим теперь сюда. Вот это вот равняется сумма c'i плюс плюс 2 сумма x, y, c'i плюс x, y и плюс. x квадратия, y квадратия, сумма h, t от x, y квадратия. Так, ну, это я немножко рано записал. Я сначала еще хочу понять, хочу понять, какая степень может быть у многочлена h. Первая. Ну, давайте все-таки это проверим. Какая может быть максимальная степень многочлена f? Третья. Максимальная степень многочлена f третий. Потому что тут максимальная степень шестая. И если бы к максимальной степени был степенью больше черты, там появились бы слагаемые, которые не смогли бы сократиться. То есть максимальная степень многочлена f третья. Здесь присутствует еще множитель xy всегда. То есть у h максимальная степень. Не больше единицы. Давайте я теперь сгруппирую... Ну, вот это вот равенство запишу, сгруппировал определенным образом слагаемые. Я с одной стороны напишу x² и y². Я перенесу x² плюс x² минус 3. А единицу я перенесу в другую сторону. Но заодно вот в другую сторону я перенесу слагаемые x² и y² сумма h и t в квадрате от x. И это равняется... И это равняется... Ну, вот надо перенести единицу. Это минус 1 плюс сумма x и t в квадрате. И плюс 2 сумма xy в среде h и xy. Ну, давайте теперь посмотрим на степени. Ну, тут когда мы это распишем, получатся какие-то наномы. Здесь самая маленькая степень, которая может встретиться, это 4. Вот в этой части манома в степени меньше 4, просто нет. А в этой части нет манома в степени больше 3. Максимальная степень, которая подвосношена, манома, вот здесь, третья. Но это значит, что... Это значит, что обе части тождественно равны нулю. Ну, в частности, вот это вот равно нулю. И здесь есть общая сомножитель x квадрат и плюс y квадрат. Поэтому... Ну, если мы вынесем этот сомножитель, останется... x квадрат плюс y квадрат минус 3, это сумма квадратов. Да, x квадрат плюс y квадрат минус 3, это сумма квадратов. То не правда, если x равно y, равно нулю. Да. Если x равно x, равно нулю, мы получаем минус 3, это сумма квадратов. То есть вот этот многочлен, его нельзя представить в виде суммы квадратов, несмотря на то, что он всюду не отрицательный. Вопросы? А правда, что в виде суммы квадратов дробей представить можно? Да, в виде суммы квадратов дробей представить можно. То, что с чего там начинали, выписывали, это не случайные вещи. А такое вот представление есть для любого многочлена, который везде не отрицательный. Нет, там все-таки не сумма квадратов. Ну почему, если числитель и знаменатель умножить на 1 плюс x квадрат, то в знаменателе будет квадрат, а... Сейчас, на что умножить? У вас там в знаменателе было 1 плюс x квадрат. Да. Но если еще умножить на 1 плюс x квадрат, то в знаменателе оказывается квадрат, а в числителе сумма квадратов. А, ну да. Если умножить на... Ну да, если умножить на 1 плюс x квадрат, то там будут... Нет, числитель. Тогда сумма квадратов умножена на 1 плюс x квадрат. Нет, там сумма квадрата умножится на 1 плюс х квадрат. Ну, 1 плюс х квадрат отдельно 1. А, отдельно 1. Ну да, отдельно 1, отдельно х квадрат. Да, тогда будет. Там вместо 3 будет 6 слова. Каждый квадрат.